Добрый день, меня зовут Виталий, я инженер компании Z-Wave.me и мы более 10 лет занимаемся разработкой устройств для умного дома и про беспроводную автоматизацию мы знаем все. Хочу поздравить вас с приобретением квартиры и рассказать о той домашней автоматизации, которая установлена у вас дома. Все оборудование в вашей квартире произведено компанией Fibara в Польше и все оборудование поддерживает беспроводной протокол Z-Wave. На данный момент в мире продается более трех с половиной тысяч устройств, совместимых по протоколу Z-Wave. На российском рынке представлено 200 различных устройств и каждое из устройств совместимо с вашим комплектом умного дома. А теперь расскажу о том комплекте, который у вас установлен в квартире. Мозгом вашего комплекта является контроллер Fibara, либо Fibara Home Center, либо Yubi, что почти одно и то же. Контроллер позволяет вам удаленно управлять освещением, смотреть состояние датчиков, настраивать сценарии, получать уведомления. В веб-интерфейсе на компьютере настройка выглядит следующим образом. Вы можете посмотреть состояние датчиков, посмотреть и поуправлять диммерами, реле, термостатами. Также это все можно сделать с телефона, находясь вне дома. Следующим устройством является датчик движения в виде глаза. Работает он на батарейках. Установлен у вас в коридоре. Датчик, помимо того, что детектирует движение, он детектирует температуру и освещенность. Используя эти параметры, можно настроить различные сценарии. У вас сейчас настроен сценарий, что когда вы уходите из дома и срабатывает датчик, то вам приходит оповещение на телефон. В интерфейсе контроллера датчик выглядит следующим образом. Далее у нас идет терморегулятор. Терморегулятор. Он установлен на батарее в одной из комнат. Терморегулятор легко можно установить, легко снять. Он работает на аккумуляторе. Вот здесь у него разъем microUSB для подзарядки. С помощью терморегулятора можно настроить климатические расписания. Например, днем поддерживать температуру 21 градус, вечером 22 градуса, а на ночь можно сделать попрохладнее, например, 19 градусов. В интерфейсе контроллера на компьютере термостат выглядит вот так. Можно поуправлять, выставить температуру, выставить режим. Следующее устройство это Fibaro Dimmer. Компактный модуль устанавливается в подрозетник за выключатель. То есть за любой выключатель, который у вас уже установлен, можно установить вот такой компактный модуль, который позволит регулировать яркость освещения. В одной из комнат у вас установлен такой модуль 1. Он поддерживает работу следующих ламп. Галогенных, ламп накаливания и светодиодных деммируемых ламп. Важно знать, что максимальная мощность всех ламп 250 ватт. Это примерно 5-6 лампочек накаливания или десяток светодиодных ламп. Также управляется, как и все остальные устройства с компьютера, с телефона. Можно настроить различные оповещения, если это потребуется. В веб-интерфейсе контроллера можно порегулировать яркость. Также яркость можно регулировать с помощью, конечно же, самой клавиши выключателя. Следующее устройство это двухканальное реле Fibaro. В электрощите у вас установлено два таких устройства. То есть всего используется четыре реле. Каждое реле управляет своей нагрузкой через контактор. Первое реле выключает все освещение. Второе реле управляет розетками на кухне и в ванной. В коридоре и в комнатах розетки не отключаются. Третье реле управляет теплыми полами. Четвертое реле не задействовано. Его можно будет использовать в будущих сценариях. При постановке на охрану розетки, освещение и теплый пол отключаются, чтобы экономить электроэнергию. Также, конечно же, можно в интерфейсе контроллера перенастроить эти действия. Это базовый комплект оборудования, который выполняет функции мониторинга и удаленного управления освещением, теплыми полами и розетками. Этот комплект можно легко расширить благодаря большому количеству других совместимых ZetWave устройств и перенастроить на другие функции, если это потребуется. Об этом я расскажу в своем следующем видео. Спасибо за внимание. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете обратиться в компанию ZetWave.me, в нашу службу поддержки по телефону. И специалисты нашей компании вам обязательно помогут.